Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ален Делон нравится многим женщинам, девушкам и юношам нового поколения. Они со всех ног бегут смотреть фильмы с Аленом Делоном и, возможно, узнают в нем себя, в этом гамлетическом герое нашего времени, со всеми его сомнениями и противоречиями. Потому что, как гамлет, Ален Делон живет в мире своих сомнений и противоречий, все время находясь между двумя крайностями. Он очень сентиментален, но в то же время сочетает в себе жесткого и безжалостного актера. Это гангстер со сложными амурными отношениями. Он не раз уже бывал преданны его друзьями, так же, как и Гамлета когда-то предали Розенкранц и Гилденштерн. Иногда он предпочитает красоту и белизну молодой Афелии, которая порой пугает его. Многие зрители задаются вопросом, эти удачные коммерческие предприятия Делона процветают только лишь благодаря его таланту и менеджерству, или же ему так же помогают и друзья? Чтобы найти ответ на эти и другие вопросы, давайте проанализируем Делона, как героя нашего времени, в его наиболее очевидных общественных аспектах, а также и в темных тайнах, иногда очень пугающих. И сейчас вам предстоит побыть целый час вместе с Аленом Делоном. Беседу ведет Джанни Бисяк. Сеньор Делон, в юные годы вы не раз смотрели смерти в глаза, так как вы уехали в Индокитай. Вам тогда было всего лишь 17 лет. 18, значит 18, хорошо. Но во всяком случае, вы были тогда очень молоды. И тот факт, что вы в этом возрасте заглянули смерти в лицо, как-то повлиял на вашу дальнейшую жизнь? Нет, совершенно. Он не то чтобы повлиял на мою жизнь, это была просто победа над собой. Это был определенный образ жизни. И заглянуть смерти в лицо, это вовсе не то, что меня бы пугало. Потому что мы все однажды заглянем смерти в лицо. И даже когда находишься в хорошей физической форме, умереть можно в любую минуту, в любой форме. Потому что это единственное, что действительно произойдет с каждым из нас. Но это вовсе не то, что меня впечатляет. Смерть совсем не то, что меня бы пугало. Что меня действительно пугает, так это страдание, беспомощность, это болезнь. Я очень надеюсь, что я умру вот так. Раз и все. Внезапно. Умереть вот так, внезапно, насильственной смертью, здесь, в Марселе, очень легко. Сегодня здесь, как в 30-х годах, в гангстерских фильмах. Марсель сегодня остается мировой столицей преступлений. Именно отсюда вышли великие грабители банков. Кейко Ключано Лютеринг. Именно здесь находится старая школа изготовителей поддельных банкнот. В ней продолжаются традиции, передающиеся из поколения в поколение. Такие курсы, как великих химиков Цезаря и Антония. И превзойденных мастеров в подпольном производстве героина. Который также является одним из крупнейших источников процветания целого города. Потому что здесь, в Марселе, находится секретная лаборатория, где получают опиум. Который затем продается по всему миру. И это подтверждает нам Гастон де Фер. Мэр Марселя свыше 30 лет. Который сейчас является одним из самых богатых и влиятельных людей во всей Франции. Господин мэр, здесь, в Марселе, есть много лабораторий по производству героина. Поэтому есть все основания полагать, что большая часть героина, которая производит во всем мире, производится именно здесь, в Марселе. Но почему производство героина держит печальное первенство именно в вашем городе? Потому что Марсель – это огромный порт, в который прибывают корабли со всего мира. С тех мест, которые являются поставщиками целья. А именно, с Ближнего и Дальнего Востока. Здесь, особенно вокруг Марселя, специализированные химики превращают этот препарат в героин. Полиция Марселя арестовывает, но мелкую рыбешку, розничных продавцов наркотиков, но крупные боссы всегда уходят от ответственности. Как показали американские и французские расследования, Самые крупные аресты за последние три года были произведены легендарным Марселем Марином, главным комиссаром группы по борьбе с наркотиками полиции Марселя. Марин планировал яростно бороться с так называемыми неприкасаемыми, некими мировыми наркобаронами, но как раз в эти самые дни ему пришло распоряжение о его переводе из Марселя в Париж. Так что все его операции внезапно прекратятся. Марсель – это очень богатый город. Свои грязные миллиарды, полученные от наркотиков, преступники вкладывают в крупные промышленные предприятия. На этих сделках и войнах между соперничающими бандами основана история фильма, который Ален Делон снимает на своей личной студии «Адель», «Ален Делон Продакшн». Именно здесь популярный актер снимает сцены своего нового фильма о марсельской мафии. Он называется «Барселина и компания» и является продолжением предыдущего фирмы «Барселина», но на этот раз без участия своего напарника Жанна Полио Бельмондо. Ведь Делон хочет быть единственной звездой в фильме и как продюсер получить от этого всю возможную прибыль. Режиссером фильма является Жак Дерре, который много лет знает Делона и уже сделал с ним целых четыре фильма. Жак Дерре, кинорежиссер. Мы ставили Делону свою задачу и давали ему свободу для поиска решения. Да Делон из этого Дере веревки вил просто. Потому что... Ну, потому что Дере – это Дере, а Делон – это Делон. И таков закон природы, что тут поделать? Сеньор Дере, вы снимали Делона в самом первом фильме «Барселина». А это уже продолжение, второй фильм. Как вы относитесь к Лену Делону как к продюсеру и как к актеру? Ну, вы знаете, это ведь четвертый фильм уже, который я снимаю с Делоном. И я, как мы говорим, брат-близнец Делона, потому что он хороший актер и является помощником режиссера. Говорят, что он человек с плохим характером. Я думаю, что характер здесь мало что значит. Все зависит от настроения актера. Все трудности, которые могут возникнуть между актером и режиссером, всегда забываются, когда вас оценивают профессионалы, а затем, когда фильм уже выходит на экраны. Вы тогда имеете продукт, у вас есть хорошо рассказанная история, у вас есть персонажи, которые великолепно сыграны. Поэтому все, что было у вас во время съемок, уже больше никого не интересует. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делон всегда окружен несколькими крепкими мужчинами, похожих на горилл и телохранителей гангстеров, которых он и играет в своих фильмах. И так снова реальная жизнь смешивается с той, которой он предпочитает играть в своем кино. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сеньор Делон, в том фильме, в фильме Барсалины, а также в других фильмах, в которых вы снимались, всегда есть дружба. Вам важно наличие друзей и даже врагов. В реальной жизни какое значение? Вы придаёте дружбе. И много ли у вас друзей, а много ли врагов? То они, ваши лучшие друзья. Большое значение, вы правы, потому что я думаю, что дружба — это важнее всего. Она даже важнее любви. Потому что в моём случае любовь — это всегда синоним страсти. Это яркая страсть. Вы горите в ней, вы в ней живёте, и это всё длится всего лишь некоторое время. И любовь заканчивается. И вот тогда это называется любовью. Есть много примеров любви. Например, когда пара проходит весь путь жизненный вместе. Но дружба — это то, что длится до конца жизни, до самой смерти. Это моя точка зрения на дружбу, моя философия, которая очень важна для меня. Большая А, как говорят во Франции. Но большая А — это вовсе не амор, это дружба. В течение всей вашей жизни кто вам был ближе? Полицейские и стражи порядка или же большие преступники и гран-бандиты? Надпись на обложке «Паримач». Дилон, звезда и крёстный отец. Мне много пришлось общаться с преступным миром в силу своей профессии, но я всегда оставался на стороне полицейских, на стороне закона. Несмотря на все его многочисленные дружеские отношения, Аленделон остаётся лучшим другом самого себя. В его одиночестве и его эгоцентризме он представляет и культивирует культ своего собственного мифа, своей легенды, как это делают великие голливудские небожители. Этот мир Дилона, который приносит несколько миллиардов в год на мировом кинорынке. Поэтому Дилон знает, как важно тщательно изучать повадки, резкие движения, злобный взгляд, нервный тик, в уголке его рта развязанную походку, его личные брутальные жесты. Всё то, что составляет шарм Дилона. Карьера Дилона в кино длится уже 16 лет, и сегодня она достигла уровня величайших актёров французского кино. В фильме «Двое в городе» Дилон соревнуется в актёрском мастерстве с великим Жаном Габеном. Уже в ранние годы самых первых фильмов работы Дилона были не раз отмечены первыми кубками и призами на различных кинофестивалях. Вот посмотрите, как он был в Каннах в 1963 году. Взлёт Дилона на самый высокий уровень международного успеха тесно связан был с его встречей с Лукино-Висконти. Ален, вы снялись в одном из первых своих фильмов с Лукино-Висконти в Рока и его братьях, а затем в Леопарде, что вы можете вспомнить о двух этих фильмах, ну и о Висконти в частности. Рока и его братья это была история о семье южных иммигрантов, которые приезжают в Милан в поисках работы. Два брата, Ален Дилон и Рената Сальваторе, будут искать любые уловки, чтобы заработать себе на жизнь. В мире бокса они находят сначала успех, но затем самые горькие разочарования. Особенно в роли Рока, этот персонаж Делона, этот персонаж очень страдающий в жизни, потому что ему тогда было очень нелегко, потому что он далек был от него тогда, от своего героя в Южной Италии, ведь там не было достойной работы, был совершенно далек от этой темы. Но также там был бокс, который его очень увлекал. По характеру Рока очень видно, что у него есть страсть к поединкам. Это было то, что увлекало его больше всего. И вот между двумя братьями вспыхивает смертельная ненависть из-за любви к одной прекрасной женщине, которая, как всегда, закончится насилием и убийством. Рока Синьор Лукино Висконте, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете об Алене Делоне как о человеке, как о профессионале, как об актере. Расскажите, пожалуйста. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алены Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!